Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Мы говорим, бессердечный значит недобрый человек, значит злой какой-то, равнодушный. Да, Господь, действительно, мое сердце испорчено, мое сердце греховное, поэтому я нуждаюсь в спасителе. Потому что многим сердце говорит, иди учись в библейскую школу, например. Он говорит, подожди, Господь, иди в служение. Подожди, Господь, да? Особенно чистые сердцем, которые узрят Бога. Так мы же видим все постоянно. Как я тебя забуду? Это есть, которые редко к Богу приходят. Так они уже и забыли Бога и так далее. Как, как? Конечно, они сами забыли Бога. Но те люди, которые постоянно с Богом встречаются, как Бог их забудет. Не может быть такого. Даже в такой жизни, да, если ты не видел человека сколько-то лет, говоришь, ой, а кто это? А где это? А когда это? Где мы виделись? Где-то мы виделись. Что-то где-то было, да? Да кого-то ты похож. Только повернись к Богу. А, ну, по-моему, да. Нет, не тот? Нет, а так похож. Поэтому, когда мы встречаемся с Богом, конечно же, Бог нас не забудет, друзья. И мы его не забудем. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому притчи нам говорят больше всего хранимого. Больше всего охраняй свое сердце, да? Не позволяй. Потому что Иисус Христос отдал свою жизнь, пролил свою кровь, чтобы очистить наше сердце, освободить нас от старого, греховного, грязного сердца, да? Он говорит, не запускай. Не запускай больше свое сердце. Ни злость, ни обиду, ни горечь. Потому что это все твое сердце опять делает каким? Не только грязным, друзья, а каменным. Понимаешь? Раз на кого-то обиделся, камень. Раз на кого-то разозлился, еще камень. Раз еще что? Подсказывайте мне. А? Позавидовал кому-то еще камень. И постепенно, постепенно камень за камнем, камень за камнем. И у тебя опять каменное сердце. Понимаешь? Поэтому Бог говорит, нет, храни свое сердце. Если обиделся, прости сразу, да? А если разозлился, не злись больше, да? Если позавидовал, не завидуй больше. Храни свое сердце. Храни его больше. Говорит, нет, я больше свою машину охраняю. Что в мое сердце? Машина вот, да? Куда я без машины денусь, да? Я на работу езжу, в церковь езжу. Вот машину надо охранять. Я из-за нее, кстати, сколько молился, пастор. Теперь я ее, ох, как охраняю. Это может быть-то и неплохо, да? Но мы иногда занимаем, а что самое главное в твоей жизни, да? Что самое главное? Если у тебя машину угонят, о, тогда я обижусь на Бога, скажу, все, тогда я не играю так. Нет, Бог говорит, твое сердце. Храни его. Храни, смотри за ним, наблюдая. Аминь. Вот смотрите, что в других притчах написано. А веселое сердце делает лицо веселым. Вот как здорово быть веселым, радостным, да? А когда полное сердце кирпичей, камней и такой камень, и обиды, и горечи, и недовольства. Конечно, такая жизнь тяжелая, говорит. Тяжелая, тяжелая. Почему? Потому что много камней. Много камней в сердце. Они тянут, они давят. Поэтому сердце болит. Тут болит, там давит. А если сердце чистое, оно легкое. Оно свободное. Оно какое? Оно радостное. И лицо тогда у тебя какое? А? Какое лицо у тебя? Очень радостное. Поэтому Бог-то, говорит, я освободил их. Придите ко мне усталые и обремененные своими проблемами. Да? И что, говорит, я вас успокою. Успокою вам. Отдайте мне свои кирпичи. Отдайте мне свои булдыганы. Сколько можно их таскать по жизни. Вспоминать прошлые обиды. Вспоминать еще что-то. Это же все тяжело-то. Ох, тяжело, пастор, тяжело. А что легче, простить или не простить? Да? Тяжелее камни носить. Да? Вот поэтому, друзья, веселое сердце делает лицо веселым. Я, по-моему, могу сделать вывод. Если у вас лицо веселое, значит, там камней нет. Значит, у вас легко на сердце. Да? Как раньше пели в одной песне. Легко на сердце. Нет там тяжести. Нет этого груза. Еще что хочется сказать. Как Господь смотрит, когда мы приходим к Нему. Ну, например, пришли мы в церковь. Все такие поют. Я так посмотрел, поют все почти. Почти все руки поднимают. Рты раскрывают. А вот что внутри происходит в этот момент? Что происходит внутри? Давайте прочитаем в Исаии 29, 13. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами, своими языком своим чтит меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Поэтому вот и бывает порой, пришли люди, вроде рты открывают, руки поднимают. А где их сердце? Где их думы? Где они находятся? Вот где вы находитесь? Вы проверяли себя иногда? Да? На кухне, говорит, нахожусь. Сковородки, кастрюли в моей голове. А как моя машина там стоит? А как там вот это? А вроде бы пою синхронно. Синхронно руки поднимаю со всеми в теме. Но знаешь, Бог говорит, а что в сердце? Поэтому, когда приходишь сюда, оставь все. Все свои заботы, хлопоты, сковородки, машины, огороды. Не знаю, что там тебя беспокоит, отвлекает. Потому что Бог говорит, ну, мне не нужно показухи. Показуха не нужна. Мне нужно ваше сердце. Мне нужна ваша искренность. Мне нужна ваше настоящее. Потому что Бог говорит, что с искренними я искренно. А с лукавыми, извините, по лукавству. Поэтому, что еще и вам Иисус говорит? Вот что в нас входит и что из нас выходит. Замечательно выходит, да? И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. О чем здесь Иисус говорит? Я думаю, он говорил о пище, может быть, да? Потому что тогда люди очень ценили чистая, нечистая пища. Но Иисус говорил, независимо, что ты покушаешь, оно все равно выйдет. Да? Потому что, дальше он продолжает, потому что не в сердце входит, да? А куда? А в чрево. И выходит вон. Чем очищается всякая пища? Он говорит, поэтому какую бы ты ни съел пищу, она вся очистится, она вся выйдет. Но далее сказал, исходящее из человека, оскверняет его. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, хража, ликоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Понимаете, иногда мы говорим, да, вот если ты сказал плохо кому-то, да, кого-то оскорбил, обидел, что да, ты плохо сделал тому человеку. Ну, плохо сделал. Согласны? Но, говорит Иисус, не только ты ему плохо сделал, ты и себе плохо сделал. Понимаешь? Он говорит, этим ты себя осквернил. Осквернил, то есть сделал грязным, сделал нечистым. Вы, говорит, говорите о чистой, нечистой пище. Но что делает нас нечистыми, да? Что нас снова делает грязными? Вот он перечисляет. Когда у нас тут коварство, когда у нас тут злоба, когда у нас гордость, когда и так далее, и так далее. Что оскверняет человека? Поэтому Бог говорит, храните свое сердце. Наблюдайте за своим сердцем, чтобы из вашего сердца выходили источники какие? Жизни, благословения, веры, радости, мира, любви. Вот что должно исходить из нашего сердца. Это никогда тебя не осквернит, правда? И другого не осквернит, а принесет благословение. Поэтому, поэтому, что говорит Господь? Вот как Он ведет, как Он служит нам? Ведь Бог служит нам или нет? Помогает Он нам? Отвечает Он нам? Как это Он делает? О, опять Он у меня просит, эти струны там или что-то там. Да, Дима, что ты у Бога просишь? Он опять у меня просит там то-то и то-то. Надоел уже, надоел. Или там рядом, кто там еще? Кого нам в пример привести? Кто может себя в пример привести? Что вы уже давно Бога просите? Мужа кто-то просит у Бога, уже давно, говорит. Ну, достала она уже меня, уже достала с этим мужем, там, да, или еще с чем-то. Есть такие люди, да, вот все просят и просят. Вы думаете, Бог на нас злится, что ли? Мне Он на нас не злится. Вот Он сам говорит, «И буду радоваться о них, благотворя им, насажду их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Знаете, Богу нравится отвечать нам. Аминь. Поэтому дьявол вас обманывает, что Бог не хочет вам отвечать. Нет, говорит, мне нравится благотворить или делать добро, отвечать на наши молитвы, помогать нам в наших нуждах. Правда? И Он говорит, как я это делаю? От всего сердца. От всего сердца. Не просто там скрипя сердце. С неохотой, как иногда люди, ладно, я сделаю. И ты видишь, как Он это делает. Лучше бы ты не делал этого. Но Бог говорит, я это делаю всегда как? С радостью, от всей души, то есть с удовольствием. Вот какое Бога сердце. Поэтому и от нас Он ожидает, что все, что мы будем делать для Него, как? Все, что делаете для Господа, как? С радостью делайте, с любовью делайте, да? Самым лучшим образом делайте, потому что Бог так делает, Бог так поступает. И для Бога очень важны, конечно, наши мотивы. Вот кто-то сказал, я тоже выписал, важно не то, что я делаю, а почему я это делаю, да? Почему я это делаю? Потому что можно делать, но с каким сердцем делать, да? С каким отношением? Ну, нате, я вам сделал, ну, нате, я сделал, потом раз, все развалилось, отвалилось, разрушилось. Почему? Потому что не с тем сердцем человек делал, да? Не с душой, не с любовью. Поэтому Бог говорит, какие мотивы в нашем сердце, как мы это делаем, как мы послушаемся. Аллилуйя! И вот охрана, охрана нашего сердца, охрана. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, хорошо. Если бы сердце их было таково, как они говорили, да? Чтобы бояться меня и соблюдать все мои заповеди. Вот что хочет Господь, чтобы мы не только говорили, чтобы мотивы нашего сердца были такими. Слава Богу! Потому что блаженные, друзья, благословенные, кто? Чистое сердце. Чистое сердце. Чистое сердце. Вот что нам нужно, за что нам нужно молиться, говорит Господь, да, мне нужно чистое сердце. Потому что будет чистое сердце, будут чистые мозги, чистая жизнь, чистые слова, да? Все будет чисто. Все будет чисто. И когда у тебя чистое сердце, тебе так и тянет к Богу. Так и тянет. Ты даже не знаешь, хочу быть с Богом, а просто хочу быть с Богом. Хочется, мне нравится быть с Богом, потому что чистота тянется к чистоте. Говорят, сколько свинью не мой, она всегда грязь найдет, да? То есть это прообраз как бы грязная. Грязная тянется к грязному, а чистая тянется к чистому. Слава Богу. Поэтому вот смотрите, Соломон, как за него молился его отец, как нам надо молиться за своих детей, да? Иногда мы говорим, да, чтобы у них было то и это, там, да, здоровье, там, образование, там, мы хотим их на все кружки там водить, какие только возможности. Возможно было бы вообще, бы они там жили во всех кружках, там, ну вот это вот, да, самое главное в их жизни. Я не знаю, на какие кружки Давид водил Соломона, но он молился за него и говорил, Соломон уже сыну моему, дай сердце правое, то есть правильное, да? За что он молился? За сердце, за сердце, чтобы, какое было сердце? Чтобы соблюдать заповеди твои, и откровения твои, и уставы твои, и исполнять все это. Что ценил Давид, да? То, что ценит Бог. И поэтому за сына своего молится этой молитвой, а не то, что там, о, да, ему там побольше золота, побольше ему там богатства людей, там, чтобы он был полководцем, или там коневодством занимался, еще там чем-то. Нет, он знал, что это самое главное. Сердце. Исполнять все это и построить здание, для которого я сделал приготовление. Знаете, Давид мечтал, чтобы его сын продолжал служить Богу. Аминь. Продолжал делать дело Божье, и поэтому он молился, чтобы у него было такое сердце, которое любит Бога, ищет Бога, и хочет ему служить. И слава Богу. Аминь. Или нет? Слава Богу. Слава Богу. Знаете, почему нам нужно молиться? Потому что в Еремии, опять же, написано, что лукаво сердце человеческое, и более всего, и крайне испорчено. Вот эта старая природа, да, старая природа греха, она испорчена, она испортит человека, портит ему жизнь. А он портит всем другим еще жизнь, да, как правило. Вот если меня жизнь испортили, и я вам всем жизнь попорчу. Кто-нибудь слышал такие слова? Да, слышали. Почему? Сердце испорченное. А оно хочет всем еще портить все. Поэтому Бог-то говорит, нет, друзья, надо заканчивать с этой порчей. Надо избавляться от этой порчи, да, поэтому я вам новое сердце даю, новое. Как здорово новое сердце иметь, чистое, новое, отличное сердце, любящее, верующее, не запятненное, не загрязненное, лукавое, да, лукавое сердце, лукавое. Что такое лукавить? Вы же знаете лукавить, что такое, да? Кто-нибудь лукавил, нет? Честно только. Наверное, да. Ну, слава Богу, за честное. Потому что с искренним Бог искренна. А кто не признался, тот слукавил. Поэтому лукавство, да, лукавство нам не нужно, друзья. Иисус молился, да? И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Чтобы у нас не было вот этой хитрости, да, этого выкручивания. Люди лыкавят, и, в принципе, давно уже это делают. И помните, да, когда Адам с Евой согрешили, что они стали делать, когда Бог пришел, стал разбираться, в чем тут проблема, что тут случилось? Нет, это не я, Господи, это жена, которую ты дал. Она говорит, нет, это не я, это змей подлый. И, в общем, они, что такое лукавить? Это оправдывать себя и свою вину перекладывать на кого-то другого. Вот это и есть лукавство. Не чтобы признаться и сказать, да, Господи, виноваты, согрешили, покаялись бы, да? Все, все бы изменилось, история бы поменялась. Но нет. Вот с грехом пришло лукавство в человека, да? Вот эта хитрость, вот этот обман, вот оправдываться, искать виноватых постоянно, но себя никогда не признавать себе вину. Но тогда нету покаяния, нету изменения. Правда? Поэтому, друзья, мы должны посмотреть и сказать честно, да, тут у меня, так, Господь, тут у меня, вот так вот, прости меня, Господи, да? Каюсь, каюсь, отрекаюсь. Больше такого не повторится, да? И Господь, конечно, говорит, я помогу тебе. Ведь написано, что все могу. У кого написано в Библии, что все могу в укрепляющем Иисусе Христе? У кого, а у кого-то нет, да, такого? А почему, когда нам Бог, говорит, что-то делать, мы говорим, а я не могу, Господи. А я не могу молиться там, я не могу служить, я не могу то, я не могу... Это лукавство или нет? А? Наверное, да? Тогда молитесь тоже, но избавь нас от лукавого, то есть от самого себя. Потому что мы согласны, и тут же мы не согласны. Да? Ну и я еще могу сказать, что, конечно же, что лукавство, оно идет еще с чем? Рядом, рука об руку, с ленью. Лукавство есть вранье. Помните притча? Лукавый и ленивый. Лукавый и ленивый. Поэтому многие люди, они вот постоянно, постоянно как-то не могут победить то лукавство, то лень, да, победить. Но ведь написано, что не экономика делает нас бедными. А кто делает? Лень нас делает бедными, да? А кто будет преуспевать? Ленивая рука делает нас что? Бедным. А рука прилежного? Обогащается. Видели, где экономика зарыта? Такая рука и такая рука. Поэтому мы все знаем, да, притчу. Немного поспишь, немного подремлешь, сложа руки полежишь и придет. Обязательно придет кто? Преуспевание, исцеление, благословение. Повышение на работе. Все придет тебе, да? Нет, там написано и придет бедность твоя и еще кто придет и нужда твоя как разбойник. Поэтому, друзья, вот оно лукавое сердце, да? Мы кого-то ищем виноватым в том, в этом. А Бог говорит, а работать надо. И вы знаете, ведь это и в духовной сфере, и в физической сфере. Обычно люди вот ленивые, которые в физической сфере, они и в духовной сфере ленивые. Они и там не хотят, и здесь не хотят. Но рука прилежных, она обогащает тебя. Аминь? Поэтому давайте будем прилежными, друзья. Давайте не будем идти на поводу лени. Давайте будем побеждать ее. Давайте будем хранить свое сердце. Аминь? От лукавства, от лени. Слава Богу! Слава Богу, друзья! Поэтому вот люди, которые получили прибыль в талантах, что им сказал Господь? Войди в радость Господина Своего. В радость. В радость. Потому что, когда ты делаешь от всего сердца, ты получаешь радость от этого. А когда ты мучаешься, тебе всегда плохо, ты всегда недоволен. Они получили еще и, говорит, вот у этого, у лукавого и ленивого, да? А, кстати, что стал делать лукавый, ленивый? Он стал оправдываться. И он стал обвинять, говорит, это ты мне дал. Вот если бы ты мне не дал ничего, мне ничего не надо было с этим делать. Он сразу переключился, да, на того, кто ему дал. Говорит, а его выбросьте. Поэтому мы должны выбросить всякую лень, всякое лукавство. Как Господь относится к этому? Это выбросить надо. Выбросить из своей жизни, да? Победить, чтобы этого больше не повторялось. Вот, наконец-то, я нашел это место Писания. Это притча 11.3. Непорочность прямодушных будет руководить ими, а лукавство коварных погубит их. Вот непорочность, да, искренность, честность, да, чистота. Вот это руководство нашей жизни. И когда у тебя есть это руководство, да, ты идешь прямо, ты никуда не потерялся, не заблудился, не провалился. А лукавство куда приводит? К погибели. Аминь? Лукавство коварных погубит их. Поэтому Бог говорит нам сегодня, выброси. Всякое коварство, лукавство, лень, все, что отягощает твою жизнь, твое сердце. Зачем тебе это нужно, да? Пусть твое сердце будет чистым, пусть твое сердце будет наполнено, но наполнено миром, любовью, радостью, верой. Аллилуйя! Тогда у тебя жизнь будет другая, понимаете? Потому что написано, каковы мысли в сердце человека, таков и человек. Как изменится твоя жизнь, если ты куда-то уедешь, если ты куда-то улетишь, куда-то спрячешься? Нет, это правильно говорит, от себя не убежишь, от себя не спрячешься. Поэтому где изменения? Они здесь. И у каждого из нас должна быть совершенно прекрасная жизнь. Аминь? То, которое Господь и приготовил, будешь как дерево, понимаешь ли, посаженное при потоках вод, не в принципе, что ты будешь дуб дубом, а то, что ты будешь деревом плодоносным, преуспевающим, лист его не вянет, он приносит плоды, в него результаты, благословения, рост, умножение. Вот, какой Божий сценарий для нашей жизни. Аминь? Давайте мы встанем, помолимся, чтобы вот эта картина, она была в вашем сердце. А это чистое сердце, друзья, прекрасное сердце, благословенное сердце. Поэтому нам нужно молиться, мы молимся за благословение же, молимся, да? Но Бог говорит, если ты молишься за свое сердце, то благословения, они будут в твоей жизни. Потому что благословенны, кто? Чистое сердце. Слава Богу! Отец, мы благодарим тебя за это время, мы благодарим тебя за это слово, Господь, за то, что ты даешь нам самое лучшее, потому что наше лучшее это сердце, что есть в нас. Ты даешь нам слово, Господь, которое наполняет наше сердце, изменяет наше сердце, обновляет, очищает, делает его чистым, целостным, здоровым. Мы благодарим тебя, Господь, что мы можем выбросить просто без всякого сожаления, всякое лукавство. Кто вот готов лукавство выбрасывать? Кому еще не жалко? Всякую лень, недовольство, обиды, ропот, зависть, гнев, раздражение, непрощение. Выбрасывайте эти камни, выбрасывайте, только там осторожно, чтобы никого-то не побить рядом, кто стоит, а то завалите камнями, говорю, пастор, мне надо часок с этим поработать, там много, много за годы набралось в хозяйстве добра, но Бог хочет, чтобы ты ушел сегодня с легким сердцем, аминь, с радостным сердцем, сердцем полном надежды, веры, благодарности Богу, мира. Выбрасывай, 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 потому что кто-то еще, а мне это, как бы, как сказал этот, мне нравятся вот эти вещи-то, я хоть и хочу избавиться, вот выброшу, а потом опять подбираю. Знаете, как некоторые люди курить бросают, все, Господи, бросаю курить, все бросаю, бросаю, потом опять идет, свои бычки собирает, как он тогда бросает курить, непонятно, да, как он бросает, сам запоминет, куда же я выбросил, туда, туда, туда и туда. Нет, если ты выбросил, все уже, все, все, прощай, скажи, прощай всем обидам, всем завистям, все, что ты выбросил, больше не собирай это в свою жизнь, храни, храни свое сердце, пусть оно будет честным, это будет благословение для тебя, это будет благословение для твоих близких, аминь, что представляешь, ты с чистой совестью домой возвращаешься, с чистым сердцем, тебе не лукавить не надо, не придумывать, да, сколько людей вот развивают такие фантазии лукавые, но с чистым сердцем на свободу, на свободу, которую даровал нам Христос, аминь, аллелуйя, за эту свободу заплачено его драгоценной кровью, его жизнь, его жертвой, поэтому Бог хочет, чтобы мы были свободными и счастливыми, спасенными и благословенными, чтобы это благословение было в нашей жизни, и мы могли передавать это благословение, аллелуйя, потому что Бог говорит, что моя церковь, она чистая, она беспятна и беспорока, она смелая, она мудрая, она любящая, вот какую Бог видит церковь, вот каким Бог видит тебя и меня, давай воздадим Ему славу, аллелуйя, 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 Господь, аллелуйя, 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 аллуйя, 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 Редактор субтитров А.Семкин